Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я расскажу о том, стоит ли пользоваться разработчику макбуком, а также поделюсь своим опытом. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности, то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Совсем недавно я приобрел новенький макбук, мне он нужен был для того, чтобы начать заниматься iOS разработкой. Каждый разработчик, который занимается именно созданием своих приложений или даже разрабатывает приложения на заказ, столкнется с такой проблемой, как разработка не под одну, а под обе платформы. В данном случае, эти разработки мобильных приложений я имею ввиду iOS и Android разработку. Ведь заказчики хотят сразу приложения под обе платформы, а заниматься кроссплатформенным извращением это еще то дело, которым бы я не хотел бы заниматься. Но так как я занимаюсь Android разработкой и я дошел до того уровня, когда передо мной стала необходимость разрабатывать приложения для iOS платформы, я решил приобрести себе макбук. И кстати говоря, при разработке под iOS для Android разработчика есть плюс. Научиться разрабатывать мобильное приложение под iOS намного проще, если ты занимался именно разработкой по другую мобильную платформу. В моем случае это Android. Так вот, научиться намного проще, нежели если переходить вообще из другой сферы или даже из веб разработки. Но это тема для другого видео. Итак, если мы хотим заниматься iOS разработкой, то мы не можем это сделать на простом компьютере, на любом компьютере. Нам нужен мощный макбук. Среда разработки iOS, то есть Xcode, это очень тяжелый софт, который использует много оперативной памяти. И поэтому нам нужно минимум 16 гигабайт оперативки, и это факт, так как с 8 гигабайтами оперативки все тормозит. Кстати говоря, в сравнении, Xcode и сама программа Xcode весит 11 гигабайт, а Android Studio всего лишь 1 гигабайт. И отклоняясь от темы, хочется отметить, что Xcode сделан намного круче Android Studio, и за ним прям приятно работать. Делать крутые вещи, это в принципе в политике Apple, ведь они настолько круто делают свои продукты, начиная от упаковочной коробки. И сама покупка техники, это в принципе особый ритуал, и каждый кто прошел его, очень редко возвращается на систему Windows. Я и раньше к этому относился скептически, но сейчас я поменял свое мнение и считаю технику Apple самой крутой. Но я опять отклонился от нашей темы, и так я столкнулся с проблемой. Мне нужен был макбук. Сначала я посмотрел в сторону БУ техники, и средняя цена за макбук с нормальными данными, не слишком старый, мне бы обошелся в районе 50 тысяч рублей. Дороговато за БУ технику, конечно. Плюс есть вероятность обмана или возможность получить некачественный товар, ну то есть либо после ремонта, либо еще какой-то некачественный. В общем есть определенный риск, поэтому я решил обратить внимание на новые макбуки. И с данными параметрами мне подходил макбук Air на 16 гигабайт оперативки на новом процессоре M1 от Apple. Разница по сравнению с Mac Pro только в батарее и в экране, а так в принципе все одинаково. Поэтому я решил не переплачивать и приобрести новенький макбук. А в магазине Restore стоимость такого макбука составляла 120 тысяч рублей, но в ДНСе с учетом всех бонусов не удалось приобрести за 103 тысячи рублей вот свой макбук. К слову сказать, это моя первая техника Apple и теперь давайте поговорим о том, для чего в принципе подходит макбук программисту. И не только программист. Естественно макбук подходит для разработки iOS приложений. Также он подходит для просмотра видео благодаря шикарнейшему экрану. И также подходит для рабочих программ в плане работы с текстовыми редакторами, различными электронными таблицами, для создания презентаций. В общем идеально подходит также для организации своей деятельности, ну то есть ведения бизнеса. Ну и также конечно же он подходит для программирования. Но тут есть один нюанс. Если вы Android разработчик, то не спешите продавать свой ноутбук, если вы купили себе макбук. Да конечно вы можете поставить Android Studio на маке, но я решил прийти к такому, ну после эксплуатации я пришел к такому выводу, что в Android Studio лучше работать на Windows. Потому что на Android Studio вы избежите неких багов, которые будут происходить на маке. Ну потому что это чужой софт для мака. Поэтому если вы хотите разрабатывать сразу подобие платформы, то ваш выбор следующий. Под Android вы разрабатываете на Windows, под iOS на маке. Да конечно вы можете поставить виртуальную оболочку iOS даже на Windows. Но разработка приложений и в принципе можно на теории будет разрабатывать мобильные приложения под iOS на Windows. Но разработка приложений будет происходить с огромным количеством багов и торможений. Что лучше даже, я считаю, что лучше даже по этому пути даже не идти в сторону iOS, а стоит немножко проинвестировать свое будущее и приобрести себе макбук. Приходить в сферу iOS разработки таким путем, это то же самое, что приходить через одно место. Это самое худшее, что вы можете сделать для себя. И самое интересное, когда вы после Android начнете изучать iOS, то с удивлением увидите, что есть многое схожее в плане понимания, что зачем изучать. И зная Android разработку, вы изучите iOS примерно за 3 месяца. По крайней мере я поставил себе такую цель, сделать это примерно до декабря. Посмотрим, что получится. Я, наверное, буду выпускать видео из серии, как это делается на Android и как на iOS. Итак, нужен ли макбук для разработчика мобильных приложений? Нужен, если вы хотите разрабатывать под iOS. Иначе дело вкуса. По мне так лучше Android приложение разрабатывать на Windows, а на макбуке разрабатывать под iOS. К такому выводу я пришел за небольшой срок эксплуатации макбука и работы на ноутбуке. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Продолжение следует...